А сейчас, я думаю, стоит начать курс. Как видите, это загрязание, это более или менее, что написано еще на сайте. Как видите, есть разные части. Сегодня и завтра у нас будет видение. Там почти без математики, только есть одно упражнение, которое было бы, думаю, интересно сделать вместе, а здесь все более осетяк. Наверное, здесь вы уже много знаете, я стараюсь быстро что-то рассказать. Потом, видите, есть разные предметы, которые, может быть, вы уже слышали, или что-то будет новое. Видите, вначале долговременная зависимость, потом самоподобие и распределение тяжелыми хвостами. Эти три части, это, скажем так, новая теория телетрафика. И все эти три понятные связаны между ними, поэтому я стараюсь вначале объяснить, о чем идет речь, и потом показать, как они связаны. Эту часть курса мы стараемся провести, скажем так, полно, чтобы вам все будет более или менее понятно, или, по крайней мере, вы можете иметь представление, о чем идет речь. Экзотические модели, там есть, наверное, имеется более математический интерес. Может быть, если, я думаю, если у нас мало времени, там я буду просто что-то рассказать быстро. Теория больших уклонений, это что-то очень сложное, там математика сложна. Вы знаете предельные теории, классические теории вероятности, а это какое-то обобщение. Поэтому надо знать классическую теорию и потом еще что-то добавить. А последняя часть, это, наоборот, самая простая. Там нет стокалистических процессов, а только там есть ограничения, которые, о трафике, и они, эти разрешения, эти границы разрешают найти очень просто какие-то значения, например, для задержки или для размера буфера, хотя там есть такие границы, иногда могут быть гораздо больше, чем бывает на практике. Зато это просто, это простая геометрия, как в школе. В школе уже вы знали все, что нужно для сетевого исчеления. Поэтому это часто мы, наверное, можем только быстро увидеть в конце курса. Но я надеюсь, что, по крайней мере, будет у вас какое-то представление об этом. И если интересно, вы можете потом сами продолжать изучение. Тогда начинаем. Как видите, введение это вначале связано с архитектурой сетей. Потом я даю какое-то определение качества обслуживания и расскажу о каких методах, чтобы оценить характеристики качества обслуживания в сетях. И потом последняя часть – это характеристики трафика. Это более или менее, что Владимир Николаевич сказал в начале. Как ведет себя трафик в современных сетях. Можем ли мы использовать или нет старую теорию, имею в виду Марковские процессы и почему. Это более или менее заканчивает введение курса. Потом мы даем точнее математическое определение. Вот более или менее план этой части. И, наверное, здесь не стоит так долго… Вы все знаете по поводу организации сетей. Все зависит от протоколов. И протоколы организованы в виде уровней. Что это значит? Это, скажем так, если мы думаем, что это что-то очень сложное. Чтобы сетей работали, есть очень много деталей, которые надо иметь в виду. Поэтому ученые придумали ничего нового. Это уже в Старом Риме так думали. Знаете, есть стратегия «разделяй и властвуй». Если у нас проблема большая, просто мы разделим проблему в разные части. И все эти части, эти уровни. Там, как видите, есть свои протоколы. Еще есть единицы обмена данных, который формально называется «протокол Data Unit». Хотя никто не использует такое слово, мне кажется. Вы все слушали о пакете, или кадре, или сегменте. Но, думаю, никто никогда не сказал «пидю». Но, как видите, есть официальная терминология и практическая. Еще мы увидим, что есть разные эталонные модели протоколов. Но, сначала, какие функции у протоколов? Как видите, я здесь написал несколько из них. Вы это уже изучали, когда изучали разные протоколы сетей, контроль ошибок. По крайней мере, вы изучали, когда изучали, я бы сказал, два уровня. И канальные, и еще даже три уровня. Канальные, еще световые и транспортные. В изучали об этом. Потом контроль потока, разбиение и сборка, мультиплексирование, установка и отклонение соединения. Как видите, эти какие-то общие слова. Но, если вы имеете в виду один протокол, вы понимаете, что какие-то из этих функций там существуют, а остальные нет. И еще, если думаете не только о одном протоколе, но о разных протоколах, понимаете, что иногда такие функции повторяются. Это, я уже сделал пример с контролем ошибок, но есть другие примеры, например, контроль потока. Контроль потока, вы знаете, можно сделать это на уровне на втором и на четвертом уровне. Там есть большие разницы, имею в виду, на втором уровне у нас есть просто соединение точка в точку, а на четвертом уровне, транспортном уровне, там соединение из конца в конец. И там есть гораздо, проблемы гораздо сложнее, чем на втором уровне. Ну, я думаю, это вам уже известно. Наверное, с другими словами, но думаю, все эти понятия вы уже слушали. Поэтому я просто даю какие-то идеи, надеюсь, что это достаточно. А здесь какой-то, как вы видите, это обзор, что хорошо и что плохого в многоуровневом походе к системе. Первая точка я уже объяснил. Это просто разделяй и властвуй. Еще самый, я думаю, самый важный результат этого, что вы можете менять один протокол и работать над этим протоколом, не думая о других. Это, мне кажется, это большой плюс, потому что, когда проблема сложна, вы можете просто решить под задачу, и с этим потом ваше решение будет представлено вместе с другими протоколами, которые нормально работают, и вы получаете систему, которая лучше работает, чем раньше. Ну, какие недостатки? Ну, первое я уже рассказал. Дублирование одних и те же функции различными уровнями. Я сказал про контроль ошибок и еще про контроль потока. И еще, на самом деле, на практике не все так чисто, как я сказал сначала. Иногда есть нарушение принципа изолированности уровней. Что это значит? Делаю простой пример. Знаете, протокол IP, по крайней мере IPv4, есть контрольная сумма. А где считается, а как считается контрольная сумма? Там есть какой-то алгоритм, но какие поля нужны для контроля, имею ввиду. Это не только, если протокол IP, это понятно, это все красиво, это только сама заголовка протокола. А контрольная сумма еще есть в протокол TCP. И там используется не только заголовка TCP, но еще адреса в протоколе IP. Поэтому для контрольной суммы мы используем не только данные нашего протокола, но еще данные из другого уровня. Вот пример, где такая изолированность не очень правильно сделана. А еще интересно, об этом люди часто забывают. Все знают, что есть, так называется, пользовательские злые. Что значит? Значит, протоколи нужны, чтобы позвать данные к получателю. Но для этого не достаточно просто позвать пакет. Нужны еще протоколи, которые принадлежат к последним двум уровням. Видите, злое управление и злое менеджмент. Злое управление это понятно. Например, это протоколи маршрутизации. Иначе маршрутизаторы не знают, куда направить пакет. Но еще очень важно, особенно когда свет плохо работает, операции менеджмент. Например, протоколы SNMP и все протоколы для удаленного конфигурирования разных устройств. Поэтому, понимаете, в сети есть не только уровни вертикальные, но еще есть такие, как видите, горизонтальные группы. И об этом тоже надо иметь в виду. Сейчас здесь очень коротко о эталонной модели сетей. И видите, есть два разные похода. Первый, я сказал, более официальный. Как видите, здесь есть международная организация по стандартизации. А вторая модель здесь что-то другое. Видите, кто предлагал модель? Да, Министерство обороны, это не так важно. Но это были просто ученые, которые построили все эти, и потом, только потом, они написали модель, который описывает архитектуру. Поэтому, понимаете, первая модель, там все сделано по правилам, все очень четко организовано, и все написано, и очень сложно. А вторая модель, наоборот, просто, смотрите, здесь девиз организации, которые придумали эти протоколы. Мы отвергаем королей, президентов и голосование. Мы верим в примерное согласие и работающий код. Понимаете, здесь более, с одной стороны, я сказал бы, демократический подход к сетям, но еще более инженерный. Просто название, это не случайно, это, видите, слово инжиниринг. Поэтому здесь, по ходу, сделаем сети, и потом пусть люди думают, как это формально написать. Важно, что есть работающий код. Можно? Точнее еще вопрос. Вот здесь слова примерное согласие. В русском языке слово примерное может восприниматься как приближенное. А здесь примерно это образцовое? Как понимаете? Здесь... Идеально. Ну, здесь важно, что большинство людей согласуется. Примеры? Да. Ну, то есть образцовое. Спасибо. Можно еще вопрос? Да. Две модели, это C и P, они равноправные, но обычно, особенно в русской личной литературе, очень часто говорят о моделях C, но это как формальность. А когда уже про инженерные какие-то, единственные приложения, очень часто рассматривают CPP. На самом деле, это же модель практически не отличная, но как уровень инженерных летается, почему модель 10 тысяч рублей? Ну, проще. Он проще, поэтому думаю, рисунок объясняет немного, о чем нет речи. Просто еще какая разница? Разница, что в моделях C там есть, там протоколы совсем другие. Например, на сетовом уровне там есть протоколы с установлением соединения, которые на практике никогда не используются. А наоборот, в стек TCP IP там все протоколы, которые на практике используют. И еще, здесь более или менее, я сказал бы, все одинаково. А в этот час, как видите, есть большая разница. Здесь три разные уровня, а здесь только один. Я думаю, если я вам спрашиваю, какие функции у каждого уровня, вам очень просто ответить. На физическом уровне там проблемы связаны с битом, как перенести биты. Канал это как строк, как просто менять, перенести данные от маршрутизатора до маршрутизатора. В сетовом уровне понятно, это маршрутизация, это конечные хосты, как добраться туда. Транспортом знаете TCP. А здесь какие протоколи вы знаете? Какие протоколи я имею в виду уровни представления или сеансовые уровни вы знаете? Верхний, но прикладной. Нет, нет, вы привилегите работать, как сказала Татьяна, с этим моделем, поэтому правильно. Он там, он здесь находится. А какие функции у этих уровня, это даже сложно объяснить. Я здесь старался показать, какие проблемы на каждом уровне, поэтому я могу ответить, что, например, на уровне представления. Там, смотрите, есть какие характеристики, здесь я написал сжатие без потерь и с потерями. Значит, если у вас есть какие алгоритмы сжатия данных, они работают на уровне представления. Поэтому, какие параметры вам будут важны? Например, коэффициент сжатия. По поводу сеансовый уровень, здесь, видите, здесь уже большая разница, если вы думаете о сетях с коммутацией пакетов или о сетях с коммутацией каналов. В интернете, это уже, я сказал бы, это не так важно, но есть такие архитектуры для качества обслуживания, как INSERV, в которой есть функция управления доступом. Что это значит? Это значит, что сет может отказаться позвать ваши данные. И, например, такие функции можно связать с уровнем, с сеансовым уровнем. А прикладной уровень, я здесь, смотрите, какие характеристики и качества обслуживания я написал. Я написал, например, субъективное качество голоса и видео. Понятно, что это ещё связано как-то с коэффициентом сжатия, но здесь просто всё смотрится по-другому. Ни сколько битов вы посылаете, но какое качество видит человек, который смотрит на изображение. Здесь, понимаете, гораздо сложнее, потому что надо было найти какие-то параметры, которые, как сказать, универсальны. Но всё равно зависит от, как человек относится к изображению. Самый известный способ – это средняя экспертная оценка. Что это значит? Это значит показать изображение людям, которые ничего не понимают о сжатии изображения. Потому что если уже знают, как работают алгоритмы, они просто ищут дефекты, которые обязательно есть. А обычно там люди должны только сказать, нравится или не нравится. И для этого обычно возьмут студентов из гуманитарных факультетов, которые просто привыкли к искусству, но не привыкли к компьютерам. Поэтому они ничего не знают о алгоритмах, не знают, где искать дефекты и просто смотрят, нравится или нет. Понимаете, что это ещё не надо взять один человек, но надо собирать большую группу, чтобы потом получить какую-то среднюю оценку. Значит, я здесь всё рассказал. Ответили на вопрос, извините. А здесь ещё показал название единиц обмена. Как видите, сообщения, сегменты, дейтограммы и кадры. Думаю, эти слова вам известны. И здесь как они построены. Грубо говоря, на каждом уровне, но именно смотрите, на каждом уровне здесь, не здесь, добавляется какая-то заголовка и может быть что-то ещё в конце. Это обычно только на каналном уровне. Здесь нужно, чтобы, грубо говоря, понять, где заканчивается кадр. А контрольная сумма обычно находится или здесь, в начале. Например, это можно найти и здесь, и в протоколе IP, в протоколе TCP, UDP, именно в заголовке. Здесь ещё характеристики связаны с другими уровнями. Я просто рассказал, чтобы объяснить, зачем сложно понимать разницу здесь. Понимаете, что я сказал, это более или менее старался, как сказать, дать какой-то повод для разных уровней. Но зачем сжатие здесь, а здесь качество сжатия. Понимаете, что они очень сильно связаны между ними. Поэтому на практике эти три уровня почти совпадают и есть только один в модели TCP и IP. А какие ещё характеристики на других уровнях? В физическом уровне вероятность ошибки на бит, это понятно. Там мы приносим биты, но это значит позвать какой-то сигнал. А что получится? Правильный сигнал или мы ошибаемся? Вот там вероятность ошибки. На каналном уровне там есть два, я бы сказал, два разных проблем. Первый – это эффективность кодового обнаружения и исправления ошибок. Значит, как видите, на физическом уровне я могу ошибиться. Это я получил ноль, а наоборот думаю, что это один. А потом на каналном уровне я могу как-то смотреть эти биты вместе, внутри кадра и понимать, если были ошибки. И даже если получится, не только найти ошибки, но ещё исправить. Но на каналном уровне ещё есть другая проблема очень важна. Это, как видите, связано с методами множественного доступа. Например, в Этернике там есть разные компьютеры, которые могут позвать данные вместе. И тогда просто эти сигналы совпадают и нельзя понимать, кто что позвал. Поэтому пропускная способность обычно снижается именно из-за этих проблем. Ещё задержка, почему? Потому что если была коллизия, я должен повторить передачу данных. Это можно сделать много раз, это значит какая-то задержка. А на сетовом уровне, как видите, здесь я написал, я сделал два примера. Вероятность переполнения буфера, это понятно, потери пакетов. А вторая проблема, задержка из конца в конец. И мы увидим, что задержка зависит от разных факторов. Один из этих связан с размером буфера. Но это не только. На транспортном уровне здесь самый важный протокол это TCP. К сожалению, времени мало, поэтому мы не будем долго про TCP обсудить. Но там есть алгоритм управления перегрузками. И такой алгоритм не разрешает вам позвать, сколько данных вы хотите. А есть какие-то ограничения. Почему такие ограничения? Из-за того, чтобы все могут позвать данные. Но над этим мы скоро вернемся. И, как видите, я здесь просто описываю важные протоколы наук. Именно в стреке TCP IP. Первый протокол это протокол IP. Протокол интернет так называется. И что определяет? Адреса на световом уровне. Это значит, как знать, где находится получатель. Формат полей датограммы. И действия над датограммой. Понятно, что есть заголовка. И у каждого протокола есть злоя. Самое интересное, это как перевести на русском best effort service. Если считаете английскую литературу, там написано, что протокол IP дает best effort service. Я немного поискал. И на русском языке я нашел две версии перевода. Или негаранативная доставка. Или доставка с максимальными усилиями. Понятно, что, кажется, там есть две противоположные идеи. Первый, кажется, я ничего не обещаю. А второй перевод, я сделаю все возможное, чтобы вам помочь. Кажется, если мы так читаем, кажется, что кто-то был неправ. Но просто, как всегда, если у нас стакан наполовину полен, мы можем видеть его как или наполовину пустой, или наполовину полен. И здесь то же самое. Протокол ничего не обещает, но он старается сделать все возможное. Вот это, что делает протокол IP. Как они придумали, какие у него свойства. Простота и масштабность. Что это значит? Протокол достаточно простой, чтобы работать с большими сетями. И знаете, что есть две версии протокола. Есть классический протокол, это протокол, это версия 4. И уже лет 20 назад придумали новая версия, протокол IPv6. И скоро или поздно такой протокол будет нужен по одной простой причине. Потому что нет новых адресов для компьютеров. Вы знаете, особенно где эти проблемы появятся. В странах, которые быстро растут. В Индии, в Китае. Там уже очень мало свободных адресов. И поэтому они стараются, как сказать, заставить всех использовать новые протоколы. Но самое интересное понимать, почему, какие принципы. Я имею в виду, если нам надо иметь больше адресов, это значит менять заголовку. Менять заголовку значит менять протокол. Надо новые программы написать. Надо еще менять софтвер во всех маршрутизаторах и так далее, чтобы его использовать. Поэтому люди не только думали меняемые адреса, но еще они старались придумать, как лучше работать с новым протоколом. Имею в виду, было бы лучше стараться вспомнить, что не было некрасиво в предыдущей версии, чтобы там улучшить. А знаете, какая философия была использована? Это очень интересно. Потому что, думайте, может быть, если что-то не хватало, мы добавим. А наоборот, люди думали совсем другое. Мы делаем новый протокол, как возможно проще. И, скажем так, один из принципов был такой. Совлищество достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Поэтому версия 6 гораздо проще, чем версия 4. Например, помните, я раньше сказал, что есть иногда дублирование функций на разных уровнях. Контрольная сумма исчезла в протокол ИПИВ-6. Так маршрутизаторы не должны его считать и могут быстрее направить пакетов. Поэтому, как видите, есть разница между протоколами. Другие протоколи здесь, помните, я сказал, есть три злоя. Есть еще протоколи для маршрутизации. Вы, наверное, их слышали. И протоколи для управления. В частности, протокол ICMP, который вы часто используете, например, чтобы посмотреть, если интернет работает, иногда вы просто напишите ping и какой-то, не знаю, яндекс.ru, и для ping вы именно используете такой протокол. Поэтому, как видите, даже если часто люди забивают, они все равно их используют. Здесь на транспортном уровне, как видите, я показываю два протокола, потому что в интернете они сами распространенные протоколи. И они UDP и TCP, UDP самый простой протокол, а TCP очень сложный. У него есть, во-первых, видите, он надежный протокол, и у него есть разные функции. Например, самый важный, я сказал бы, управление перегрузками. Я немного сейчас расскажу о управлении перегрузками, потому что нам это еще будет важно потом, чтобы понимать, как работает алгоритм RED. Я сейчас здесь просто, как видите, напишу самые простые свойства. И видите, первая задача – это достижение полного использования средств в сети. Мы хотим позвать много данных, сколько канал разрешает. Но тем временем важно исключить перегрузок или, по крайней мере, их ограничить. И последние свойства управления перегрузками. Помните, я вначале сказал, что люди, которые придумали интернет, у них был очень демократический поход к сетям. Поэтому еще они думают о справедливом разделении полосы пропускания между разными соединениями. Как это сделать, это довольно сложно. В принципе, просто. Идея очень простая. Мы смотрим, если есть какие-то потери, нам надо уменьшить скорость. А если потери нет, значит, мы можем позвать данные еще быстрее. А как это сделается? Это, видите, здесь написано «Окно перегрузки». Значит, в TCP определено «Окно перегрузки», которое описывает, сколько данных я могу позвать без перегрузки. И в классической версии TCP используется четыре разных алгоритма для определения такого окна. Как видите, медленный старт, предотвращение перегрузки, быстрый повтор передачи и быстрое восстановление. Я не хочу все объяснить. Наверное, вы уже видели такой рисунок. И в таком рисунке уже название не очень, потому что, смотрите, первая часть называется, как я сказал раньше, медленным стартом. А здесь, смотрите, здесь размер окна увеличивается экспоненциально. А здесь, смотрите, здесь, наоборот, она увеличивается линейно. Поэтому было бы разумно назвать медленный старт такой, такую часть, а не такую. Согласны? А здесь еще есть объяснение, историческое объяснение. Если вы читаете документы, где описаны первые версии TCP, у них нет управления перегрузок. Просто TCP посылает данные, там есть еще окно, но окно решает получатель. Получатель напишет, сколько пакетов он может получить, и тогда источник посылает именно такое количество данных. И все. Это управление потоком. Но в первой версии TCP, там только управление потоком, и нет управления перегрузки. Потом, в начале все работало. Все работало. Почему? Потому что никто не использовал сети, мало пользователей, поэтому нагрузок не было. А уже в районе 1986-1987 года там нашли большие потери. Просто люди не смогли послать данные друг к другу, даже если они работали просто с соседним зданием. Например, не знаю, из главного до восьмого корпуса. Было разное, как видите, расстояние маленькое. Сейчас вы можете с флешкой быстро сходить. А наоборот, в первой версии TCP совсем не работали. Там есть известная статья, где была написана такая проблема. И там говорят, что скорость уменьшилась тысячи раз, когда были такие проблемы. Почему? Просто так, если разные источники послали данные одновременно, в маршруте завтрака не было места, пакеты терялись. Тогда оба источники поняли из-за того, что они получили подтверждение, что надо еще раз послать данные. Они еще раз все эти данные послали и так далее. Поэтому нагрузка в маршрутизаторах сильно увеличивалась и много пакетов терялись. Тогда что придумали? Придумали такой алгоритм. Такой алгоритм. Вначале мы посылаем один пакет. Если получаем подтверждение, посылаем два. Если получаем подтверждение, четыре и так далее. Видите, такой экспоненциальный рост. Который все равно медленный. Если вы думаете, что раньше я мог послать все данные сначала. Я не начинаю с одного сегмента, но сразу я послал все, что у меня было. Только с ограничением, сколько данных мог взять получатель. Почему я скажу об этом? Это кажется странным. Но даже когда я написал характеристики сети, я сказал, что на сетовом уровне мы изучаем потери пакетов. На транспортном уровне мы изучаем, как хорошо работает управление перегрузками. А на самом деле пакеты теряются даже на четвертом уровне. Почему? Потому что наш пакет прибивает в получатель. Пакет придет до TCP. TCP потом должен дать данные приложениям, которые ждет пакет. Ну, между, как сказать, прикладным и транспортным уровнем есть буфер. Где стоят пакеты для того, что приложение их не считает. И такой буфер тоже конечный. Это буфер внутри компьютера. Это память вашего компьютера. Понимаете, что она конечная. Еще в компьютерах есть разные процессы, может быть, есть разные соединения. Поэтому количество памяти для вашего соединения это ограничено. И если нет управления потоком, тогда просто пакет может дойти до получателя. Но нет места в буфере, и он точно теряется. Это люди сразу поняли, когда они написали протокол TCP. И поэтому у них было управление потоком. Тогда компьютеры работали не так быстро, как сейчас. Поэтому тогда такая проблема действительно была очень важна. Но они не думали, что еще нагрузка внутри сети. Почему? Потому что тогда почти никто не использовал сети. И поэтому мало пакетов. А потом, когда поняли о проблемах, они использовали такое окно для первого и для второго проблемы. Для решения этих проблем. Ну, вы видите, здесь разница. Я использовал и красный цвет, и синий, чтобы показать разные версии протокола TCP. Этот рисунок вы уже знаете или надо объяснить подробно? Видели? Я здесь написал, что есть четыре алгоритма. Медленный старт и уже объяснили. Это не медленный, это быстрый, но все равно с единицей, скажем так. Потом, предположим, знаете, что есть механизм тайм-аута, чтобы если я не получаю подтверждение, значит, что пакет был потерян. Я должен еще раз послать пакет. TCP понимает, что есть проблемы. Он еще считает новое окно, которое называется SS Threshold. И такой, я здесь не написал. Видите, это порог. В следующий раз TCP вспоминает, что до этого уровня все было нормально. Он мог, когда, видите, здесь окно еще раз возрастает, до этого порога. Когда мы получаем это значение, TCP вспомнит, что раньше были проблемы. Поэтому он увеличивает скорость, но только линейно. Медленнее, чем раньше. Для того, что будут какие-то потери. Еще, конечно, я сказал раньше, что получатель может тоже объявлять размер окна. Но обычно такое окно больше, чем наше окно. Поэтому об этом сейчас мы не думаем, чтобы сам еще раз разделять и властвовать. Есть два проблемы. Мы только изучаем одну проблему. Значит, здесь только управление перегрузкой. Видите, здесь окно увеличивается. Здесь мы получаем подтверждение. Но мы получаем не подтверждение новых пакетов. Но повторяются старые подтверждения. Если оно подтверждение, мы получаем то же самое три раза, TCP понимает, что была потеря. Но, с другой стороны, он понимает, что пакеты еще идут, потому что он получает подтверждение. Подверждение всегда связано с новыми пакетами, которые добираются до получателя. Что делает TCP? В первой версии, которая называлась TCP такой, он практически ничего нового не сделал. Он еще раз уменьшил размер окна до единицы. Потом размер окна увеличивается до этого порога, как раньше. И потом линейно растает. А смотрите, что здесь более новые версии делали что-то умнее. Просто протокол понимает, что есть какие-то проблемы. Пакеты теряются, но остальные идут. Поэтому он уменьшивает скорость, уменьшивает размер окна до половины. И начинается отсюда еще линейный рост. Как видите, таким образом у нас всегда размер окна значительно больше, чем в старых версиях. И это значит, что с количеством данных мы можем позвать, и это будет больше. Можно сказать, что синяя кривая – это метод проб и ошибок с поправками. Ибо синяя кривая показывает, когда ошибки определяются одно. Мы не получили подтверждение, значит все повторяем. А красная кривая более тонко оценивает ошибку, это у нее. То есть она что-то прогнозирует. Она рассчитывает, что общая подтверждение, скорее всего, придет. И не так сильно уменьшает размер окна. Да, и скажем так, сейчас, если в новой версии мы разделим, что большие потери или маленькие. А в начале, просто в первой версии, где уже было управление перегрузками, только, скажем так, все потери одинаковые. Или, понятно, это была самая, первая попытка. Первые модели всегда самые простые, потом они начнутся. А сейчас я вам покажу что-то еще, наверное, странное. Первый вопрос. Как видите, там сколько, это VRCTCP, можно сказать. Смотрите, сколько VRCTCP. Это даже не самая последняя версия дерева. Поэтому, если вы ищете современник, это будет еще больше. Ну, что здесь интересно? Интересно, что, как видите, я здесь тисепирину, это мы рассказали. И, как видите, обычно так работает. Эти экспериментальные результаты, которые мы получили в нашем лаборатории в ПИЗе. Большое время ТСП работает именно, видите, линейно. Растает окно, потом пополам, потом еще линейно и так далее. Ну, какая версия TCP вы используете? Или ваш компьютер использует? Как вы думаете? Последнюю какую? Последнюю какую? Последнюю, которую вы найдете в книгах. Если вы возьмете книги о сетях, не знаю, Курозерос или другие книги, Столлингс и так далее, вы всегда найдете, что есть такие версии. ТСП Тахой, ТСП Рино, ТСП Нью Рино и все. Может быть, где-то написано ТСП Вегас. Но эти версии, которые вы читаете в книгах. А если, я не знаю, какая у вас операционная система? Суберосемп. Тогда у вас, наверное, будет протокол, который называется Compound. Версия TCP, которая называется Compound. А если у вас Linux, тогда есть протокол. Есть версия, которая называется Cubic. Смотрите, почему Cubic. Здесь надо было увеличивать. Но, видите, здесь нет линейно и нет экспоненциального роста. А здесь рост как на кубической функции. Откуда название протокола? Если смотрите аккуратно в рисунке, здесь написано высокая скорость. И здесь, например, есть наш протокол Cubic. А видите, здесь есть еще разные стрелки. Почему? Потому что в протоколе... Я сказал, вы, TCP понимаете, что есть потеря, потому что не получает подтверждение или получает дублирование подтверждения. И так он реагирует. Но есть версии, которые еще хитрее реагируют. Они стараются уменьшить скорость до того, что есть потеря. Как могут это сделать? Например, если время двойного оборота увеличивается, тогда понятно, что что-то не так в маршрутизаторах. Там очереди будут большие и так далее. Поэтому такие версии заранее уменьшивают размер окна. Например, как я сказал раньше TCP Vegas. Но потом есть очень много. Например, здесь написано Wireless. Это особые версии для беспроводных сетей. Почему? Потому что, когда вы используете Wi-Fi, часто теряются пакеты. Не из-за того, что много пакетов в очереди и буфер полен, но из-за того, что сигнал плохой. Поэтому данные или не получаются, или с ошибками, и пакеты теряются. А что делает классический TCP? Он уменьшивает скорость, потому что пакеты теряются. Но это глупость, потому что уже сигнал плохой, и вы ничего не посылаете. Поэтому вы будете, скажем так, получатель не будет просто получить никакой сигнал. А наоборот, такие версии стараются понимать, если потери связаны с каналом или связаны с настоящими потерями пакетов из-за припадения буфера. И они реагируют по-другому. Если просто плохой сигнал, тогда лучше повторить познание данных. А если, конечно, настоящая нагрузка, тогда надо уменьшить окно. Поэтому, видите, здесь дерево довольно сложным. А где вы видите разные квадраты, это значит, что такие версии вы можете найти, например, в Linux. В Linux, если есть Linux, то вы можете выбрать, какую версию протокола вы хотите использовать. Можно вопрос сделать? Вот эти графики слева, это по ICABS у нас время, да? По вертикали это скорость передача? Это размер окна. Ну, размер окна он пропорциональный с скоростью передачи, да? И тогда, чтобы сравнить эти два графика, надо взять интеграл, это будет количество переданных данных, да? Да, ну это, скажем так, это просто экспериментальная реализация, поэтому… Ну, приближён. Да. То есть вот у Хобика больше данных за это же время? Да. Да. Это просто мы выбрали траектории, которые ещё хорошо показывают, как меняется окно. Мы даже не смотрели на, скажем так, на производительность протокола, но больше как… Видите, здесь очень красиво, очень… как в теории. И здесь тоже как в теории, но не всегда на практике получаются такие данные. Почему? Потому что, когда мы сделаем такой рисунок, предположим ещё, что длина… Тайма, длина, времени двойного оборота – это констанция. А на практике он меняется. Поэтому на практике сложнее не всегда получаются такие красивые рисунки. А здесь, чтобы их получить, как видите, здесь мы выбрали потери очень маленькие. Спасибо. Пожалуйста. Значит… Это… скажем так… TCP – это классический интернет. И в классическом интернете там люди использовали почти всегда эластичные приложения. Что это значит? Это значит приложения, которые более или менее всегда работают. Независимо от количества потерь и от скорости соединения. Какие примеры? Например, электронная почта, удалённый терминал, передача файлов и веб. Понимаете, такие приложения всегда работают. Это просто… Смотрите, электронная почта. Вы не смотрите каждый миллисекунд почту. Вы смотрите периодически. Если опоздание на 2-3 секунды – это вам не страшно. Совсем. Даже на минуту. Удалённый терминал уже сложнее, потому что вы напишите команды и что вы видите на экране – это не что вы пишите, но это просто подтверждение данных, которые вы позвали. Там уже, если большие задержки – это будет неприятно, но всё равно несколько миллисекунд, несколько, скажем так, до половины секунд, мне кажется, не так страшно. А если вы начинаете разговаривать по скайпу, и другой человек в течение секунды не отвечает, вы думаете, или он ничего не понимает, или что-то звучит. Сейчас, я имею в виду, когда вы разговариваете с другом вживую, вы привыкли получить ответ сразу. Поэтому, если вы используете какие-то мультимедийные приложения, тогда очень важно, что задержки будут маленькие. Но, как видите, я здесь использовал разные ещё и зелёный, и красный цвет. Почему? Потому что, например, мультимедийные приложения допускают потери некоторого количества данных. Вы понимаете друг друга, если разговариваете, даже потеряя несколько пакетов. Можно даже несколько процентов пакетов терять, и всё равно разговаривать спокойно. С другой стороны, такие приложения очень чувствительны к скорости передачи данных, и ещё к задержке и к изменению задержки. Почему? Потому что, о задержке я уже объяснил. Если есть какая-то большая задержка, тогда просто неприятно разговаривать друг с другом. А почему ещё важно изменение задержки? Потому что, вы знаете, всё равно задержка – это случайная величина. Глина очень, видимо, меняется случайно. Поэтому такая задержка меняется случайно. И это было бы ещё очень странно, если скорость голоса меняется случайно. Чтобы это не сделать, есть какой-то буфер. Ещё раз, как видите, буфера играют большую роль в сетях. И в таком буфере пакеты стоят, если они придут слишком быстро. И понимаете, что такой буфер ещё раз конечный. И поэтому важно, что разница в задержке небольшая. Иначе пакеты всё равно или теряются буфер полем, или всё равно пакеты не придут вовремя, и приложение не может их использовать. Думаю, понятно, что такие ультимедийные приложения, как правило, используют на транспортном уровне протокол UDP. Потому что если бы они использовали TCP, тогда были бы ещё повторения передачи. Но это значит большие задержки, которые совсем бесполезны, как здесь написано. А наоборот, эластичные приложения, они не разрешают терять данные. Если вы скачиваете файл и теряете хотя бы один бит, там ваш компьютер потом не может разработать файл, и просто есть формация ошибки. Поэтому здесь, наоборот, надёжная передача данных – это важно. И поэтому используются протоколики TCP. А самое важное, что такие приложения, они, можно сказать, родились с интернетом. А наоборот, такие приложения гораздо новые. Почему? По разным причинам. Во-первых, первые сети работали очень медленно. Помните, я раньше сказал, что были проблемы с перегрузками в середине 80-х годах. Там скорость, сейчас точно не помню, но это было что-то… Когда всё хорошо, скорость, это было 30 килобайтов в секунду. А когда были проблемы, в районе 40 байтов в секунду. Понимаете, 40 байтов в секунду – это для вас известно. Наверное, даже 32 килобайтов известно. Понимаете, тогда с такими скоростями как можно было передать голос или изображение. Поэтому первая проблема – сети очень медленно работали, и поэтому было невозможно позвать данные. Во-вторых, люди ещё изучали сжатие изображения и сжатие сигналов. И поэтому уменьшили количество данных, которые надо позвать, чтобы получить какой-то голос, какой-то сигнал для голоса или для изображения, которые всё равно нормально мы принимаем. Поэтому и уменьшим данные, и увеличиваем скорость, и такие приложения стали возможными. Но это было уже в 90-х годах, не раньше. У нас ещё несколько минут, я хотел бы ещё немного начать разговоры. Мы сейчас стараемся понимать, почему надо менять архитектуру сетей, чтобы использовать мультимедийные приложения. Как видите, здесь проблема в том, что, да, если мы используем UDP, как здесь написано, не будут повторения передачи, но всё равно будут задержки и потери. Как можно их уменьшить? Ну, в принципе, есть два возможных похода. Первый – это самый простой, быстрый канал. Если у вас свет с избыточной пропускной способностью, тогда мультимедийные приложения работают прекрасно. Но это, как понимаете, это не решение проблемы. Потому что, во-первых, конечно, это будет дорого. Во-вторых, наверное, количество соединений увеличивается. И поэтому, скоро или поздно, пропускная способность стала недостаточной. Поэтому надо думать о другом решении. И, в частности, как видите, надо распределить заранее пропускную способность в зависимости от требований приложения. Это понятно, это уже не интернет, это что-то другое. Но если мы хотим иметь качество обслуживания, надо ещё, как видите здесь, добавить новые механизмы, которые вносят сложность в сети. А какие функции надо добавить в маршрутизаторов? Например, смотрите, классификация, буферизация и обслуживание, которое будет в соответствии с требованием приложения. Что значит классификация? Классификация просто определит класс обслуживания для пакета, который поступает. Поэтому в зависимости от пакета обслуживание будет другое. Это уже здесь написано. Но как мы определим, куда или как обслуживать пакет? Это будет классификация пакета в начале. Потом надо ещё обеспечивать буферным пространством. И это тоже что-то новое. Им надо как-то разделить очереди для разных приложений, для разных потоков. И, как я сказал раньше, обслуживать в зависимости от очереди, грубо говоря. Значит, классификация решает, куда. Будут разные очереди. Классификация решает, в каком очереди послать пакет внутри маршрутизатора. Потом будут алгоритмы обслуживания, которые возьмут пакеты из разных очередей. И обслуживают согласно с параметрами, которые кто-то определил раньше. Поэтому ещё другая проблема. Нужен протокол, который позволяет маршрутизаторам знать, как быстро обслуживать разные потоки. Ещё, как видите, здесь я написал разные компоненты обеспечения качества обслуживания. И, как видите, нам нужны разные, как по крайней мере, три разных элемента. Во-первых, управление допуском нагрузки в сет. Сет может сказать нет, если нет ресурсов. Это, как знаете, что-то противоречит главным принципам интернета. Потому что это как в телефоне. В принципе, сет может отказаться из-за того, что нет ресурсов. Если получится, тогда будет распределение ресурсов между разными потоками. Это что значит? Это значит, что будет определена какая-то дисциплина очередей. И ещё будут работать внутри маршрутизатора разные алгоритмы управления очередями. Почему? Такие алгоритмы помогают TCP в определении нагрузки. В каком смысле? В смысле это скоро увидим. Что, наверное, нет, это уже не скоро. Это будет, надеюсь, завтра, но не уверен. Будут алгоритмы, которые позволяют, которые отбрасывают пакеты до того, что есть настоящая перегрузка. Это значит, что пакеты теряются. TCP понимает, что есть проблемы. И он уменьшивает скорость до того, что есть большие потери. И понятно, что вы можете получить какие-то гарантии, если ваш трафик будет ограничен. А как это сделать? Чтобы это сделать, нужно, как видите, здесь есть две возможности. Одна профилирование, а здесь ещё формирование трафика. Но самое важное для нас это профилирование. Это, скажем так, потом будет упражнение над этим. Здесь написано алгоритм ведра макро в режиме маркировки или сброса. Знайте такой алгоритм, по-английски токенбакет. Потом мы увидим упражнение. Но, грубо говоря, пакеты могут войти в сеть только если у них есть какой-то жетон. И такие жетоны просто генерируются регулярно. И в зависимости от скорости, с которой генерируются жетоны, пакеты могут войти в сеть. Это ограничивает количество пакетов, которые могут войти. Это один способ, который мы будем изучать с упражнениями. А здесь ещё, наверное, я вижу, что уже поздно. И только быстро покажу здесь две важные архитектуры для качества обслуживания. Интсерв и Дивсерв. И что мы будем... Я думаю, в такой архитектуре, может быть, вы уже встречали. Разница в том, что здесь... Первая версия, она очень чёткая, разрешает резервировать ресурсы для каждого потока. А вторая версия более простая. Здесь есть просто несколько классов. И вы должны выбрать класс, который вам устраивает. Понятно, вы можете спросить лучший класс, но тогда надо платить больше. Поэтому обычно есть какой-то компромисс. И вся архитектура проще. Например, здесь нам нужен протокол для сервирования ресурсов, который говорит маршрутизаторам, как обслуживать каждый поток. А здесь всё проще. Есть мало классов. И информацию о классе вы найдёте уже внутри заголовки протокола IP. Тогда я вижу, что уже поздно. Я здесь заканчиваю на сегодня. Надеюсь, что вам было интересно, понятно. И что мы ещё увидимся на следующем занятии. По возможности, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...